Всем привет, друзья! С вами Inspire99 и в сегодняшнем моём, скорее всего, получится небольшом видео мы поговорим про новинку пудель, который появился недавно на сайте Wargaming. Почему будет небольшой? Потому что информации про него можно сказать, что кот наплакал, да, что-то есть, что-то характеристики, но у меня его не было, я на нём не поиграл и я особо-то не знаю, чего можно было бы такого рассказать. Поэтому видео, скорее всего, получится небольшим. Хотя здесь, знаете, некоторые игроки, некоторые подписчики могут сказать, мол, как ты не играл на этом танке и можешь судить вообще о нём. Те, кто прокачивали Е50М, они с этим танком уже столкнулись на шестом уровне. Только тогда он был не прем и не польской нации, а был немецкий и назывался он ВК-3002М. Это был прокачиваемый СТ-6 уровня, хотя почему был, он и сейчас есть. Это недопантера, как её называют ещё, ленивая пантера, она такая средненькая и особо-то на ней никто не любит играть. Также здесь и пудель. Почему вот пудель и почему у них такой, знаете, одинаковый корпус и одинаковый такой внешний вид? Это всё произошло, потому что были варшавские события, которые происходили в августе 1944 года. И тогда два модифицированных образца техники пантер были захвачены бойцами сопротивления. Эти танки перекрасили в цвета польской нации и нанесли армейские эмблемы. То есть это, можно сказать, клон и собрат немецкой пантеры. Только в игре это не пантера, а ВК-3002М, которая, ну, ничем не запоминается. Сейчас я вам перечислю её ТТХ, которые здесь... Они практически вот такие же, как у ИВК-хи. Вот, ну, абсолютно. Поэтому, знаете, тут вопрос даже станет не том, что я перечислю характеристики, какие-то советы свои расскажу, покупать или нет. Те, кто качали Е50М, даже им эти ТТХ не надо, они знают то, что стоит ли покупать или не стоит. Те, кто не качали ЕПС и вообще не играли на недопантере, да, на ВК-хи. Я вам сейчас это всё расскажу, покажу и тут вы уже поймёте, стоит ли его брать или не стоит. Свой ответ и свою точку зрения я расскажу в конце видео. Танк у нас 6 уровня премиумный. Ну, тут я Америку не открыл. Прочность 840. Вот, прочность в большой плюс идёт, потому что 840 для СТшки на 6 уровне, прошу прощения. Это, в принципе, нормально. Что касается пушки, здесь 135 основным снарядом, 175 фугасом. Бронепробиваемость основным 150-194. В принципе, пушка-то неплохая. Не сказать, чтобы у неё ещё и точность и время сведения плохое? Нет. Точность 0.35, ну, такое, средненькое. И время сведения 2.3. В принципе, нормально. Если поставить досылатель, точнее, не досылатель, а стабилизатор вертикальной наводки, то будет, в принципе, хорошо, чтобы на ходу стрелять. То есть, на месте вы и так будете комфортно стрелять, а ездить на ходу ещё стрелять будет гораздо удобнее. И лично, ну, как по мне, когда я играл на УКахе, я так и делал. Далее. Идём далее. Обзор 370. Здесь, в принципе, обзор неплохой. 370 метров базовой комплектации. То есть, для среднего танка 370 метров. Это очень хорошо. Вы можете танк засветить первым и также нанести урон. Это очень хорошо. Если ещё поставить свою просветлёнку, прокачать кое-какие перки, то, блин, танк получится неким таким полу-ЛТ, который может светить. Но свет будет здесь не активный, а пассивный, стоя в кустах. Ну, в принципе, это неплохо. Также, что касается скорострельности, я это упустил. Здесь, получается, 14.29 выстрелов в минуту. Ну, в принципе, пойдёт. На шестом уровне, чтобы ты так вот просто стоял и стрелял, таких ситуаций практически не бывает. Что касается мобильности, здесь мощность двигателя 700 лошадей. Удельная мощность, то есть лошадиных сил на тонну, получается 15.8. То есть, ну, почти 16 лошадей. Масса здесь выходит 44 тонны 235 килограмм. Но, знаете, мощность двигателя в 700 лошадей, она позволяет танку набрать эти 55 километров, у него 55 километров вперёд. То есть, она позволяет набрать ему свои 55 километров в час. Да, может, тяжковато, сложно, трудно, согласен. Но самое главное, то, что она их держит, в принципе. Она, как и на твёрдых грунтах, так и на мягких, так и на средних, свою максималку, если ты её набрал, она, в принципе, может держать. А вот манёвренность у танка, она не из лучших. Что даёт, можно сказать, уверенность лёгким танкам, закрутить пуделя, это, ну, не составит труда. Но здесь, конечно же, речь идёт, скорее, от ЛТшка к седьмому уровню. Против шестёрок, может быть, он ещё и сможет как-то там себя показать. А вот против семёрок, извините меня, здесь, пф, никуда и не годится. Что касается брони, брони здесь, как по сути, и нету, как и у той пантеры. Бронирование корпуса, 85 спереди, 50 по бокам, 40 сзади. Надеяться, ни на чё не стоит, вас будут пробивать. Бронирование башни, 100 мм спереди, 45 по бокам, 45 сзади. Ну, здесь, может быть, ещё что-то вы отобьёте, может быть, масочка и орудия, там, иногда что-то отрикошетит, если довернуть. Иногда что-то, может, не пробить вас, какая-то пятёрка. Но здесь шансы настолько малы, что на это даже, вот, ну, не надейтесь, даже надеяться не стоит. Что касается комплектации на этот танк, что нужно ставить, я советую досылать или повышать ДПМ-стабилизатор, чтобы на ходу, точнее, стрелять. Просветлённую оптику увеличить радиус обзора, чтобы можно было подсвечивать. Хотя, в принципе, можно вместо просветлёнки поставить вентиль, чтобы немножко увеличить прирост, в принципе, как во всех уровнях. Если выделить, знаете, плюсы такие и минусы, то у танка, ну, в принципе, неплохое орудие, как плюс. Хороший обзор, большой запас прочности. Это как плюс. Как минусы, посредственная мобильность, плохое бронирование, большие размеры. Это, что касается минусов. То есть, ну, танк такой средненький. Теперь же давайте поговорим о том, как играть. Ну, здесь не нужно какую-то открывать умельку и строить велосипед. За нас уже всё придумали. На нём нужно играть, как на классической СТ-шке картонной. То есть, сдалека покрысить, поснайперить. Хоть в за... точнее, хоть вы внизу списка играете, хоть вверху. Всегда постарайтесь играть где-то в кустах от второй линии. То есть, вы классический СТ, который нуждает своих танков, чтобы они были на передовой, а вы их поддерживали. Это не значит, что вы должны играть от самой красной линии. Нет, от второй линии, в принципе, вполне возможно поиграть. Даже в топе можно поиграть, конечно же, агрессивно. Но в начале боя я всё-таки советую так немножко попридержаться и поиграть как по своему засвету, так по чужому. По снайперить. А потом уже, в принципе, выезжать, чуть-чуть там пострелять. И, в принципе, можно кого-то там и в ПВП попробовать. Но брони нету, на это всё-таки не нужно всегда опираться. Хотя броня в нашей игре особо-то и не роляет. И на концовочку, что сказать, стоит ли вы покупать или нет. Коллекционерам, как я уже говорил и раньше, конечно, стоит. Это уникальный танк польской нации, который, конечно, можно было бы приобрести. Что касается простых игроков, ну, я бы не сказал то, что вам этот танк стоит. Для новичков он покажется слишком сложный, слишком плохой и какой-то такой, знаете, непростой. Да и для опыта игроков я не советую брать этот танк. Лучше возьмите ту же Шкода Т-40. Она и то гораздо будет, знаете, лучше и на ней будет проще играть, если вы что-то выбираете из шестёрок. Конечно, в идеале лучшая шестёрка, как по мне, это Диксир Макс и Тайп 64. Это два танка, которые на шестом уровне, премиум, гораздо лучше, чем эта новинка. Но тут стоит решать вам, брать или не брать, вот в чём вопрос. Поэтому, дорогие друзья, на сегодня у меня всё. Не забываем подписываться на мой канал, также на группу ВКонтакте. Конечно же, ставить лайки от этого я веселюсь. И мне хочется делать для вас больше красивых и хороших видео. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok